Сорвиголова установил новую планку в сериалах о супергероях. При всем уважении пока с Мэттом Мёрдуком потягаться не может никто. Как бы не хвалили Джессику Джонс и Защитников, эти проекты уровнем ниже. Но на ринг готовится выйти претендент, чьи шансы сместить дьявола адской кухни с трона очень велики. Каратель. Фрэнка Касла любят и знают все. Его методы борьбы со злодеями втайне одобряет каждый. Даже полиция штата Кентукки разместила его череп на своих автомобилях, чтобы засранцы знали, правосудие не дремлет. Правда потом их заставили убрать лого, ибо Фрэнк обычно превращает живых преступников в мертвых. Но суть и это не меняет. 17 ноября выйдет сериал о карателе, который станет хитом. Прямо сейчас вы узнаете о нем все. Почему ему уже прочат звание легенды, как служба в Афганистане сломала Касла и как он уведет девушку у сорвиголовы. А пока проведем небольшое исследование. Согласны ли вы с методами карателя, уничтожающего преступников? Или же считаете, что правосудие нужно добиваться легальным путем? Голосуйте хэштегами «каратель» и «сорвиголова» в комментариях, и мы узнаем, на чьей стороне истина. Для начала познакомимся с Каслом поближе. Его зовут Фрэнсис Кастильоне, и он родился в Нью-Йорке в семье итальянского происхождения. Изначально парень не желал никому зла и вовсе хотел стать священником. Проблемы с умением прощать грешников прорезались уже тогда, и Фрэнк живо ушел в армию, где все время был лучшим из лучших. Три командировки во Вьетнам, 10 наград высочайшего уровня от правительства США и звание лучшего солдата в истории. Все это разбилось об бандитскую перестрелку прямо посреди города, в которой погибла его семья, а преступников даже не посадили. Тогда и родился знаменитый Череп, а Касл отправился на священную войну против Ганилии. В современных комиксах и сериале историю немного освежили. Как и Тони Старк, теперь Фрэнк воевал в Афганистане, а сама служба обросла подробностями. В армии он плохо ладил с начальством, которое было ленивым и не желало победы. Командиры торговались боевиками, продавая им оружие, но раз за разом Касл убивал всех причастных. Когда на базу готовилась атака, наш парень предупредил всех, но на него забили. В итоге завязался неравный бой, по итогам которого Фрэнк остался единственным выжившим и уничтожил всех бандитов. После первого же появления Джона Бернтала в образе, стало очевидно, что рано или поздно он получит личный проект. Netflix сразу взяла БК за рога, сработав в кратчайшие сроки, и меньше чем через месяц Фрэнк Касл начнет ломать конечности плохим парням в сольнике. Само собой, это будет 18 плюс зрелище в лучших традициях канала. Но в отличие от других сериалов, здесь возрастной рейтинг раскроют сполна. Еще в трейлере мы увидим выстрелы в голову прямо в кадре, и насилие, которое мы любим. История сосредоточится на военном прошлом Фрэнка и врагах, которых он нажил еще в армии. Netflix переработает прошлое персонажа, и чтобы узнать его, взглянем на трейлер поближе. Ролик начинается с семьи, которая была для парня всем. В самые тяжелые армейские времена Касл хотел к ним вернуться, и придя из армии, стал обычным человеком. К сожалению, ненадолго. Во втором сезоне «Сорвиголовы» мы видели, как их убили, но трейлеры намекают, что не все так просто. Кто-то из армейского прошлого следовал за ним по пятам и стоял за убийством родных. Нетрудно догадаться, кто. Господин Роулинс, высокопоставленный член ЦРУ и начальник Фрэнка в Афганистане. В сериале «Наш парень» будет не простым воякой, а членом спецназа, который выполняет задания. И, судя по сценам казни, они заключались в пытках и убийствах людей для достижения целей ЦРУ. Каслу надоело наказывать невиновных. Он пошел на конфликт, и служба решила его устранить. Но Фрэнк сам кого хочешь убьет, поэтому до увольнения он умудрился остаться в живых. Чиновники не любят, когда есть люди, способные раскрыть военные преступления общественности. И слова из трейлера об искажении «Правды» намекают, что на Касла переложили вину за все злодейства, сделав из него государственного преступника. Вокруг этого и построят весь сюжет. Горячая Карен Пейдж определенно вела расследование со своей стороны. Она не раз рисковала жизнью для публикации «Правды», и это дело втянет ее в игру, перед которой забавы сорвиголовы кажутся сущей мелочью. Карен хорошо относится к карателю и знает, что в глубине души он хороший парень. Но есть и третья сторона – детективы, которые также пытаются раскрыть загадку и докопаться до истины. Карателя хотят поймать все, а он, в свою очередь, хочет поквитаться с бывшим командиром, не с помощью газеты судов, а с помощью стали и пороха, которые ему по душе. Он будет не одинок, в сериале появится «Микро», который, как и в комиксах, будет прикрывать герою тылы. Этот «Сириус Блэк» на минималках также работал в ЦРУ, компьютерным аналитиком, и был предан. На секунду в кадре видно, что его семью отобрали злодеи, и мотивы ребят аналогичны. Парень обеспечит карателю компьютерную поддержку, которая в наше время бесценна. Помимо этого, «Микро» подгонит Фрэнку его знаменитый боевой «Микроавтобус», который уже появлялся в короткометражке «Грязная стирка». Но на этот раз он будет более технологичным и продвинутым. В сериале мы увидим и других сослуживцев героя – Льюиса Уолкота и Кёртиса Мура, которые являются одними из немногих людей, знающих Касла лично. Многие из вас задались вопросом, кем является хипстер, эпично уходящий в закат на фоне взрыва. Это Билли Руссо, лучший друг Фрэнка в армии, который теперь играет на другой стороне. Он остался верен Роулинсу, и с его помощью тот будет пытаться отправить карателя на тот свет. Правда, для этого ему предстоит встать в очередь за полицией, ибо в трейлере видно, что копы также преследуют Касла на каждом шагу. К концу ролика детективы спорят о том, мертв ли наш герой или же нет, что намекает на игры разума, которые будут присутствовать в сериале. То же самое можно сказать и о крови. Она чуть ли не выливается с экрана, и шоу планирует получить титул самого жестокого в истории. Netflix поможет в этом по слухам. Студия ввалила в сериал огромные бабки, и с компьютерной графикой проблем уж точно не предвидится. Вернувшись к сюжету, отметим, что полицаи выступят на светлой стороне. Фрэнк теряет девушку-детектива в одной из сцен, заявляя, что это не ее война. Да и не его. Карен, Микро, да и копы хотят правды. В то время как каратель лишь смерть и виновных, и это породит много проблем. Методы Касла не одобряют даже союзники, и ссор на этой почве не избежать. И не только их. Милое поглаживание госпожи Пейдж по голове не выглядит просто беспокойством со стороны нашего героя. Между ребятами возникает искра, которая, будем надеяться, породит бурю и безумие. Будет интересно посмотреть, как на это отреагирует бывшая девушка, сорви голова. Но его появление ожидать не стоит. Студия сразу пояснила, что сериал будет сосредоточен на одном герое. И никого из четверки защитников в нем не будет. Как и отсылок на киновселенную Марвел, несмотря на то, что действия официально происходят в ней, карателя на одном экране с Тони Старком мы не увидим. Слишком уж разнятся методы их работы. Но поговаривают, что в случае успеха проекта, Netflix подготовит Фрэнку целый сольный фильм, производством которого студия не так давно начала заниматься. Прошлые три получились неоднозначными, но у Джона Бернтала есть все шансы нарушить эту традицию. Сам актер полностью вжился в образ. Во время съемок он мало с кем разговаривал и не посещал никаких вечеринок. Джон – примерный семьянин, и понять своего героя ему нетрудно. От одной мысли о разлуке с родными Бернтал укрыло крышу, и на съемочной площадке он выкладывался по полной. После долгих лет каратель наконец нашел свое место на экранах. И нет никаких сомнений, что это надолго. Даже в случае полнометражного фильма второй сезон однозначно состоится. И парень в футболке с черепом надерет еще не одну задницу в киновселенной Марвел. Ну, а на этом у нас все. И если вы хотите больше видео о сериалах Netflix, ставьте лайк и дайте знать об этом в комментариях. Не спойлер, исполнит любую вашу прихоть. И если уж прожигать жизнь в интернете, то делать это с улыбкой на лице. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!